Сегодня полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин поздравил металлурга в крае с предстоящим профессиональным праздником. Он посетил Краснодарский завод цветных металлов, пообщался с коллективом и впервые увидел, как отливают слитки золота, серебра и платины. Николай Рогожкин в качестве полномочного представителя президента в Сибири в Краснодарском крае уже не первый раз. Месяц назад он посетил Ачинский НПЗ сразу же после катастрофы, а также информационные спутниковые системы в Железногорске. И в этот раз был удивлен не меньше достижениям региона. Полпред впервые увидел, как плавят слитки драгоценных металлов и плетут ювелирные украшения. За этим сложным технологическим процессом, конечно, стоят люди. Николай Рогожкин и временно исполняющий обязанности губернатора края Виктор Толоконский пообщались с женщинами, которые занимаются кропотливой работой, а затем вручили лучшим сотрудникам предприятия благодарственные письма и грамоты. Сибирь вообще уникальный край. Каждый край, каждый район это уникальный, имеет свои особенности, свои традиции. И выделять здесь кого-либо даже нет никакого смысла. Просто здесь живут прекрасные люди, люди-труженики, люди-старатели, люди, которые хотят делать благо для нашей России. Говорили на встрече и о перспективах развития красоцветмета. Предприятие с большой историей стоит на пороге обновления в условиях жесткой конкуренции. Требуется улучшение условий труда, приобретение современного оборудования и крупных инвестиций. Понимать и принимать решение, что прибыль должна не просто там аккумулироваться в бюджете, а направляться в значительной части на развитие производства. Вот такое понимание и у коллектива завода, и у руководителей края всегда было. И я, безусловно, это буду поддерживать. Программа «Полпреда в регионе» на этом не заканчивается. Николай Рогожкин проведет здесь два дня. Планируется, что завтра он посетит строительную площадку 4-го моста. Вадим Кульков, Денис Корнилов, Вести, Красноярск.